Код неисправности OBD2 Техническое описание, элемент трения трансмиссии D Применить временной диапазон, производительность Что это означает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2 с автоматической коробкой передач, это может включать, но не ограничивается, автомобили Chevrolet, GMS, Toyota, VW, Ford, Honda, Dodge, Chrysler и т.д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, фрикционный элемент трансмиссии, довольно расплывчатое описание, учитывая тот факт, что в механической работе автоматической коробки передач, АКПП, задействовано множество элементов трения, не говоря уже о механических трансмиссиях, которые также используют аналогичные фрикционные материалы, например, сцепление, в этом случае, я подозреваю, мы имеем в виду А, ТС, Симптомы и причины, значительно различаются в зависимости от многих факторов, но важно отметить, что первое, что нужно учитывать, это общее состояние автоматической коробки передач и особенно ваши ETF, жидкости для автоматической коробки передач, проблемы с материалами внутреннего трения в АКП, скорее всего, вызовут неустойчивые условия вождения в том, что касается времени переключения передач, выходного крутящего момента, среди множества других последствий этой неисправности, неправильно спаренные шины, Недостаточно накачанные шины и подобные вещи, как правило, вызывают внутренние проскальзывания, учитывая несимметричные обстоятельства, при этом помните об этом при рассмотрении функциональности трансмиссии и поиске неисправностей, недавно устанавливали изношенную шину Тот же размер Неднейших потенциальных проблем, это может быть простое исправление, определенно возможное, тем не менее, это также может быть сложная внутренняя электрическая неисправность, например, короткое замыкание, обрыв, проникновение воды, обязательно обращайтесь за помощью здесь соответственно, даже профессионалы делают ошибки, которые легко не заметить, которые стоят тысячи, если судить По опыту здесь, буква «Д» в данном случае может обозначать несколько различных возможных различий Возможно, вы имеете дело с конкретной цепью, проводом или можете иметь дело с конкретным элементом трения в трансмиссии Сказав все это, всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать о конкретных местах, различиях и других подобных характеристиках Код P2703 регистрируется контроллером ESUD, когда он обнаруживает, что внутренний фрикционный элемент и квот, да и квот, внутри трансмиссии испытывает общую проблему с его работой, какова серьезность этого кода неисправности Как объяснялось ранее, это не то, что я бы оставил без внимания, особенно если вы активно используете автомобиль с указанными неисправностями, вы обязательно должны сделать это в первую очередь Что ж, если вождение автомобиля, необходимость, ежедневно, фотография и разрез автоматической коробки передач, каковы некоторые симптомы кода? Симптомы кода неисправности P2703 могут включать, неравномерное обращение проскальзывания трансмиссии, неустойчивое переключение, неправильное переключение передач, жесткий выбор переключения, утечка ATF, жидкость для автоматической коробки передач, низкий крутящий момент, ненормальная выходная мощность, каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины этого кода проскальзывания фрикционного элемента P2703 могут включать, низкий ATF, изношенный фрикционный элемент, внутренний, загрязнение ATF, тормоз заедает и т.д. Проблема с TSM, модуль управления трансмиссией, проблема с ESM, модуль управления двигателем, повреждение модуля и, или жгута из-за воды, каковы некоторые шаги по устранению неисправностей P2703? Первым шагом в процессе поиска и устранения любой неисправности является исследование бюллетеней технического обслуживания на предмет известных проблем с конкретным автомобилем, шаги расширенной диагностики становятся очень специфичными для автомобиля и могут потребовать соответствующего передового оборудования и знаний для точного выполнения. Ниже мы приводим основные шаги, но для получения информации о конкретных шагах для вашего автомобиля обратитесь к руководству по ремонту автомобиля, марки, модели, трансмиссии. Основной шаг номер один, на этом этапе вы обязательно выполните основные процедуры технического обслуживания. Что касается исправности трансмиссии, начинайте с жидкости, ваша ATF, жидкость для автоматических трансмиссий, должна быть чистой, свободной от мусора, а также необходимо соблюдать надлежащие графики обслуживания, чтобы избежать подобных неисправностей в будущем. Если вы не помните, что последняя трансмиссия обслуживалась, то есть фильтр плюс жидкость плюс прокладка, рекомендуется выполнить это перед продолжением, кто знает, возможно, в вашем масле есть частицы мусора, которые застряли внутри. Для этого может потребоваться только простая услуга, поэтому убедитесь, что вы знаете о последней выполненной вами услуге. Для этого примечания, убедитесь, что вы используете масло ATF, подходящее для вашей конкретной марки и модели, основной шаг номер два скорее всего, при поиске разъема, жгута для этой системы вам придется найти соединительный разъем, может быть один, главный, разъем, поэтому убедитесь, что вы работаете с правильным, обратившись к руководству, убедитесь, что сам разъем вставлен правильно, чтобы обеспечить хорошее электрическое соединение. Если разъем расположен на АКП, он может подвергаться вибрациям, которые могут привести к расшатыванию соединений или их физическому повреждению, не говоря уже о том, что ATF может загрязнить разъемы и провода, вызывая проблемы в будущем или настоящем. Основной шаг номер три всегда полезно знать общее состояние вашего автомобиля, учитывая тот факт, что, как и в этом случае, другие системы могут напрямую влиять на другие системы, неровные шины, изношенные детали подвески, неправильные колеса, все это может и вызовет проблемы в этой системе и, возможно, также другие. Так что даже проблемы исчезнут, и вы можете избавиться от этого кода, эта статья предназначена исключительно для информационных целей, и технические данные и сервисные бюллетени для вашего конкретного автомобиля всегда должны иметь приоритет.